Девушку радуйся. Так, понятно. Давай, держи микрофон. Итак, дамы и господа, это чудесный паук. Совершенно необходимый аксессуар для любой спальни, любой порядочной девушки. Девушки боятся пауков. Девушки любят таких пауков. Это специальный защитный паук. Он охраняет вашу спальню, бодуар и гримерную от нежелательных вторжений. Как только в нее, в вашу спальню, вторгается коварный незнакомец с непонятными, а тем более с понятными намерениями, этот паук накидывается на негодяя, охватывает его лапками, вводит ему снотворное зелье, чтобы он не сопротивлялся, и начинает громко-громко трезвонить, чтобы прибежала на этот зов либо полиция, чтобы арестовать мерзавца, либо девушка, которая должна быть оповещена, что наконец-то в ее бодуар проник таинственный незнакомец, ужасный тип из ее эротических фантазий. Черный человек. И пора, да, пора, собственно говоря, его скрутить и примерно наказать. Ну а когда все ленятся, сонные и не хотят вломиться в бодуар к девушке, паук их заменяет, потому что вот эти чудесные восемь лапок обладают очень нежным массажным эффектом. Ляля, правда? Ты же помнишь эффект от этих лапок? Да, мне очень понравился, да. Сразу восемь чувствительных точек. Это же прекрасно. Я только теперь поняла, почему так долго я оставалась девственницей, потому что твой паук слишком рьяно оберегал меня. Этот паук. Зачем тебе кто-то еще? Ладно. Тебе нужно что-нибудь еще о нем рассказать? Или остальные функции мы оставим в секрете? Ляля? 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 Тебе нужен еще рассказ? Или мы не будем раскрывать все остальные тайны этого девайса? Нет, давай не будем раскрывать все тайны. Расскажи про что-нибудь еще. Так, если мне подадут вон ту чудесную конструкцию с лампами. Дорогие ассистенты, подайте мне эту чудесную конструкцию. У нас есть шлем для чтения эротических фантазий. Ну нет же, ну не вам нет. Да, мы не будем рассказывать им про твои эротические фантазии. Давайте пригласим кого-нибудь. Итак, дорогие посетители моей подпольной лаборатории, кто из вас желает на этот шлем? Кто из нас желает? Вот этот человек, на нем нет ни шляпы, ни бабки. Нет, 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 нам желательно девушку. Мы не будем рассказывать о мужских эротических фантазиях. Там все просто, банально и слишком пошло. Ну, пожалуй, я соглашусь. Ляля. Нам нужна девушка. Мы желаем прочесть эротические фантазии. Ляля, а может мы хотим прочесть твои эротические фантазии? Нет, у меня на голове сегодня шляпка, и так понятно, о чем я думаю. У меня все написано. Мы тебя и так знаем. Так, дамы и господа. Дамы, не господа, только дамы. Нам нужна смелая девушка об эротических фантазиях, которой это нужно будет надеть на голову, да, убрать чудесную шляпку. Мы благодарим вас. Прошу, забирайтесь к нам. Вы прекрасны. Дамы и господа, аплодисменты самой смелой девушке сегодня, которая не побоится рассказать нам, точнее, не побоится доверить нашему шлему своей фантазии. Как вас зовут? Ирина. Ирина, мы очень благодарны. Осторожно, наденьте. Он не сломается, ну, разве что перегорит от вашего жара. Мы его починим. Итак, итак, это прекрасная конструкция. Во-первых, она, несомненно, украшает любую носительницу. Я искренне рекомендую этот аксессуар в данном сезоне. Во-вторых, наши чудесные вакуумные колбы, благодаря пустоте, которая находится в них, вытягивают все импульсы, которые оказываются в мыслях, и трансформируют их в читаемые сигналы, которые мы можем прям-таки заслушать. Я думаю, что мы, наверное, дадим заслушать это на платной основе всем желающим, но позже. Итак, давайте мы будем угадывать и заодно проверим, насколько верно работает наш прибор. А вы любите фиолетовый цвет. Это мы прекрасно видим. Фиолетовый означает насилие. Violet. Вот видите, вот видите, мы угадали. Девушка любит насилие. Еще раз. А, значит, это была волшебная палочка. Очень волшебная палочка. Прекрасно. Далее. Мы видим кружево, мы видим розы. Это черные розы. Наверное, вы не чужды готической романтики. Таинственным незнакомцам, пробирающимся в спальню. Но это по чести паука. Итак, мы видим огненный рыжий цвет волос. Вы, наверное, ведьма. Вот я прямо, прямо считываю данные. Я чувствую, что вы ведьма. И ваше колдовство... Наверное, нам надо будет прогнать ее со сцены скорее, иначе ее колдовство распространится на весь зрительный зал. И, наконец, мы видим, что очень смелый костюм, очень откровенная, очень... У вас было мало денег на юбку. Вам не хватило денег. Мы просто не сомневаемся, что эти ножки вы обожаете ставить на поверженных мужчин. Мы правы? Мы угадали, дамы и господа, наш шлем работает. Мы благодарим Ирину. Отдайте скорее это устройство, иначе оно перегорит.